Приветствую! Сегодня приводим в порядок очередной слайд. Как обычно, начинаем работу с того, что убираем все блоки текста и фотографии в сторону, чтобы у нас был чистый слайд для дальнейшей работы. Первая проблема. Все наши фотографии, они разного размера. Мы их скачивали с разных сайтов и фотостоков. Поэтому их нужно привести в единый вид. Это сделать проще всего при помощи любой геометрической фигуры, например, квадрата. Мы создаем таких квадратиков 10. 5 нам пойдут под фотографии, 5 пойдут под текст. После того, как мы их разместили на слайде, их нужно сгруппировать и разместить симметрично, чтобы у нас слева и справа от края слайда было примерно одинаковое расстояние. Зачем это было нужно? Теперь мы можем вставлять наши фотографии в квадраты. И у нас любая вставленная фотография по определению будет такого же размера, как и все остальные. Единственное, что нужно сделать, это симметрично расположить фотографии, чтобы ключевое изображение на фотографии, например, та же яхта, оказалась посередине. Теперь возвращаем блоки нашего текста обратно на слайд. Здесь нужно учесть два момента. Первый момент, когда мы его вернули обратно, нам нужно все подзаголовки, день 1, день 2, день 3, день 4, сделать одинакового размера и выделить их крупным шрифтом, потому что натованный заголовок, чтобы наш читатель прочитал его в первую очередь. Второй момент, нам нужно блоки нашего текста расположить симметрично, чтобы они были расположены вдоль каких-то понятных осей относительно друг друга, потому что с одной стороны это мелочь, с другой стороны любая корявость на слайде, и читателю этот слайд кажется неопрятным. Какого размера должен быть заголовок? Здесь нет правильного ответа, какой должен быть размер шрифта. В нашем случае самое очевидное, что можно сделать, это сделать заголовок такого же размера, как и блок под ним. Вот то, что у нас получилось, и то, что у нас было изначально.